В час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Итак, доброе утро. Ави Кылкин и Александр Шунин в студии. Мы продолжаем. У нас на связи новый гость. Это председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Павел Филиппов. И мы решили обсудить новые инициативы, высказываемые нашими властями, по поводу ограничений очередных, что связано с торговлей алкоголя, а конкретно на 2 часа уменьшить разрешенное время продажи алкоголя, то есть до 8 часов вечера. Ну и, разумеется, мы все помним еще предыдущие инициативы, например, запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях, вернуться к административным арестам за пьяную езду и так далее и тому подобное. Павел, доброе утро. Меня слышно, надеюсь. Да, и слышно, и видно. Связь налажена, все в порядке. Можем начинать. На самом деле, как вы лично, как профессионал, как ваша ассоциация относится к этой инициативе сократить доступность алкоголя в плане времени до 8 вечера разрешить только торговать его им? Ну, знаете, у нас уже эти ограничения были введены в 2001 году, если вы помните, когда нас запретили торговать алкоголь ночью и ввели в то время ограничения с 8 до 10. Это изменило сразу работу некоторых магазинов. Если раньше были довольно много распространены ночные магазины, которые работали 24 часа, то после введения этого запрета 2001 года сразу сократилась работа у некоторых магазинов. В основном сейчас практически ночников уже не существует. Поэтому эта новая инициатива, которой они хотят сократить опять время работы или время продажи алкогольных напитков, повлияет на всю отрасль розничной торговли. Я думаю, что некоторые магазины тоже изменят свое рабочее время и тем самым станут более недоступными. Тут идет речь не только о алкогольной продукции, тут идет речь вообще о любой продукте питания. Поэтому я считаю, что эта инициатива большой выгоды не даст. Тем более, если мы смотрим на литовский пример, который тоже ограничили по времени, у них даже разделяется по выходным. И еще, короче, время, когда ты можешь продавать алкогольные. Да, если не ошибаюсь, в субботу до трех, а в воскресенье вообще нельзя. Да, да, да. И что мы видим? В 2020 году потребление алкоголя в репе выросло. Конечно, здесь не может не сказаться фактор пандемии, когда люди более были закрыты. В моей стране меньше путешествовали, но все равно цифра остается цифрами. Поэтому эти ограничения ведут дополнительные возможности даже некоторым, скажем, не настолько корректным или честным водителям такси, потому что сразу появится возможность активизироваться серому рынку. Я думаю, что не останется человек, если у него будет необходимость, он будет искать возможности, если кто-то заинтересован в чем-то, кто-то будет предлагать. Но, Павел, надеюсь, вы согласитесь, что на самой волне, вот этой пандемийной волны, что касается алкоголя, ограничений как раз-таки не было. И нельзя было купить какие-то там предметы первой необходимости. Но как раз выпивка была весьма доступна. И это наверняка отразилось на количестве потребляемого, покупаемого. И тут, возможно, пора уже задуматься действительно об общественном здоровье. Так что, возможно, отчасти эти нормы вызваны заботой все-таки о здоровье населения. И придется как-то поступиться. Наверняка, опять же, это временной станет мера. Вы бы сами привели в пример прошлый запрет до 8 часов. Я думаю, что да, здесь не могу не согласиться, что что-то надо делать, надо работать над этой проблемой. Но я считаю, здесь надо увеличивать именно через образование, через повышение культурного уровня нашего населения, а не простыми запретами, ограничениями. Потому что как-то вот у нас это очень принято. Если что-то у нас придет не так, как мы хотим, мы сразу запрещаем, закрываем, запугиваем и так далее. Я думаю, что сколько можно. Если мы говорим о Латвии, я думаю, не только о Латвии, то понятно, что, наверное, основным местом, так можно сказать, реализации алкоголя стали магазины. Я почему говорю, ну, кафе, бары, в пандемию, мы сами знаем, что работали с ограничением. Многие вообще закрылись. Вот есть ли какие-то цифры сейчас вообще количества, не знаю, продаваемого или проданного алкоголя в Латвии сократилось, увеличилось, не изменилось? Цифры есть. Они доступны, в принципе, для любого жителя. Это статистические данные по сбору налога на акциз. И вот первые месяцы этого года мы видим, что продолжается снижение потребления алкоголя. Даже так. Лепкого алкоголя, если мы говорим о 20-м году, то он закончился с негативной цифрой. Вот начало года тоже идет, скажем, с падением. Понятно, что это связано, если мы сравниваем с 20-м годом, то у нас пандемия началась с середины марта. Первый квартал практически был нормальной жизнью, так называют. В этом году уже, вы правильно подметили, что не работало ни рестораны, ни бары в нормальном режиме. В принципе, они алкоголь не продавали вообще. Поэтому есть, можно это тоже объяснить с этой точки зрения, снижение. Но и в общем, если мы смотрим категории, есть категории, которые показывают прирост. Но это связано, опять же, я уже в прошлой беседе объяснял, изменение микса между различными алкогольными напитками. Но вот сейчас, именно в 2021-м, мы видим такая категория, как вино. Легкие алкогольные напитки показывает спад. То есть, в предыдущие годы был как раз переход людей, потребление больше от крепкого к легкому, то сейчас спад, в принципе, по всем категориям наблюдается. Ну а в принципе, какая тенденция в целом потребления больше легких напитков или все-таки тяжелых? Ну, на волне всех ограничений, депрессии, усталости общей. Если мы смотрим цифры до пандемийного характера, потому что, опять же, тут очень много разных факторов, не столь объективных, более субъективных, то была тенденция увеличения именно легкого алкоголя. Люди более переходили с крепкого алкоголя на винную продукцию и так далее. А сейчас? Сейчас, опять же, я говорю, все главные категории, в том числе крепкий алкоголь, водка, вино показывает спад. Вот это то, что мы видим по статистике. Может ли быть это связано, я понимаю, что мы чуть-чуть сейчас спекулируем, но может ли это быть связано с жаркой погодой, где, наверное, больше люди отдают предпочтение, к примеру, из алкогольных напитков пиву по понятным причинам? Скорее всего, так и будет. Ну, понимаете, мы видим данные сейчас, мы видим за первые 4 месяца. Потому что физическое бюро дает информацию с опозданием на 1,5-2 месяца. Вот сейчас должны увидеть май, и жара еще у нас в мае, ну, было теплее. Но, конечно, только с июня началась нормальная погода. Пока мы не видим. Есть ли понимание вообще, а чего хочет государство, государственная политика? С одной стороны, вроде бы, не знаю, ограничить распространение алкоголя и как бы обозначить, что она болится с алкоголизмом. С другой стороны, ну, нужно же собираемость налогов как-то обеспечить. Хороший вопрос. И, знаете, сейчас очень трудно судить, вот именно понять, что хочет государство с точки зрения алкогольной индустрии. Потому что сейчас все-таки все государство, все свои ресурсы, силы бросило на борьбу с пандемией, с вакцинацией. И сейчас еще не начался даже разговор насчет бюджета следующего года. Потому что, наверное, там надо было понимать, какие деньги мы получим из Европейского союза, какие у нас будут гранты доступны. Поэтому на сегодняшний момент, если так в общем объяснить, то ясности нету. Куда государство будет направлять? Понятно, что будет привилегировать борьба после пандемического характера. То есть, вот сейчас идет вся сила на вакцинацию, чтобы опять мы в сентябре или в октябре не садились на локдаун. Вот что касается вообще цен на алкоголь, закупочных в том числе, Лен, мы видим, что сейчас, к сожалению, многие товары дорожают. И нам объясняют, что дорожает исходное сырье. Что касается алкоголя, здесь тоже вы наблюдаете такую тенденцию, когда есть удорожание исходного сырья? Да, мы видим. Это касается, в принципе, всех составляющих, как и упаковочные материалы, как и картон, бутылки, пикетки. И это одна вещь, что увеличивает, и есть возрастание цен, но второй фактор – удлинение срока поставки. Что связано с общими энергетическими проблемами, которые затронул весь мир. А там некоторые вещи сейчас надо ждать в два или в три раза больше, дольше. Поэтому, да, мы это видим. Да, эти цены, скорее всего, будут сказаны на конечные продукции цены. Потому что, если возрастают все расходные материалы, то, к сожалению, будет, в конце концов, и рост на цену конечного продукта. Иными словами, нас ждет рост цен на алкоголь. Я думаю, сейчас, и, опять же, мне кажется, Латвисбанка давала свой прогноз, что инфляция предусмотрит, что будет рост инфляции именно в последующем периоде. Потому что возрастают все расходы, не только алкогольные промышленности. Посмотрите, что происходит у нас с бензином, с топливом. Да, вы упомянули, что мера ограничения торговли до 8 часов повлияет на все это соль торговли. Подразумеваете ли вы в том числе, что мелкие магазины могут закрыться, особенно в регионах? Ну, трудно прогнозировать полное закрытие. Потому что, все равно, если мы берем конкретный регион, где, допустим, находится маленький магазин в деревне, то это зачастую, может быть, единственное возможное место, где ты можешь приобрести продукты первой необходимости. И поэтому люди очень сильно связаны с тем, что если этот магазин открыт, он работает или нет. Да, если будут ввести ограничения, скорее всего, они уменьшат свое рабочее время. Но чтобы они полностью закрылись, здесь нетрудно сказать. Надо оценивать каждую ситуацию в отдельности. Ну что, спасибо большое за такой ищепывающий комментарий. Будем следить. Сложно сказать, что это больше такое популизм или действительно попытка как-то защитить общество. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы беседовали с председателем правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Павлом Филиппом. И нужно отметить, эта публикация не так давно была на портале Микс Ньюс ЛВ. В эфире Рига ТВ-24 депутат Сэма, экс-министр здравоохранения Анда Чакша высказалась в том смысле, что этот запрет, если он будет введен по ограничению времени торговли алкоголем, ситуацию не разрешит. Есть, на ее взгляд, вопросы социального плана, которые необходимо решить иначе. И в этом, в общем-то, госпожа Чакша солидарна с нашим гостем. И если в столице, говорит она, такой метод, как ограничение, еще подойдет, то в регионах нужно смотреть в корень проблем и решать вопросы безработицы, социальной вовлеченности и активного досуга. И, в общем-то, не поспоришь, потому что бросай курить, вставай на лыжи – это, в общем-то, применимо вполне фраза и к потреблению алкоголя. Ну, что радует, ну, опять же, по словам специалиста отрасли, за первые 4 месяца, казалось бы, да, вокруг нас тоже раздается мнение, что латвийцы спиваются, что такая тяжелая ситуация. Да, ситуация тяжелая, однако, согласно статистическим данным, употребление алкоголя, причем во всех позициях от легкого до крепкого падает, это можно только приветствовать. На самом деле мы большие молодцы, что да, в этой сложной ситуации, которая всем надоела, но мы держимся еще и не стремимся к светлому, лучшему и хорошему. Да, нет, ну, понятно, что когда люди были заперты по домам, вольно-невольно, у многих рука дрогнула и потянулась к бутылке, это все понятно, но будем надеяться, что если мы вернемся к нормальной жизни, то и потребление алкоголя будет, ну, в пределах плюс-минус тех вот величин, которые всегда в Латвии были, периодически вот мы видим такие компании, ну, по борьбе с алкоголизмом, но потом все возвращается на круги своя, не только потому, что очень сильное лобби вот этих производителей алкоголя, все-таки Латвия является довольно большим производителем алкоголя с учетом вот небольшого небольшого территории. Более того, и экспортером? И экспортером, это я имею в виду. Ну, потом, действительно, вот необходимость пополнения бюджета, всегда так было, это классика жанра, да, как пополняется бюджет за счет акциза, прежде всего, на алкоголь. Да, но если ты сокращаешь время торговли, повышаешь такс, если не повышаешь, торгуешь-то ты меньше, поэтому о пополнении бюджета речи не идет, здесь скорее действительно какой-то больше социальный аспект в этом предложении. Конечно, но я бы обратил внимание, все-таки вот завершая эту тему к тому, что сказал наш гость в самом начале, он сказал, что ведь действительно магазины, нравится нам или нет, вот такова объективная реальность, они привязаны к времени торговли алкоголем. Помните, у нас в свое время были очень распространены круглосуточные магазины, потом, когда торговля алкоголем ограничили до 22, и по случайному стечению обстоятельств большинство магазинов, особенно вот в этих спальных районах, стали работать до 22. Мы можем предположить, здесь, наверное, наш эксперт прав, что если вот торговля алкоголем сократят до 20.00, будет, как в советское время, продуктовые магазины будут закрываться в 20.00, потому что, чтобы продать буханку хлеба или пакетик чая, держать магазин до 22 и доплачивать продавцам и охране за вот эти вот ночные два часа, выгоднее просто магазин закрыть. И это просто создаем как бы дополнительные неудобства непьющим людям в том числе. Об этом тоже надо подумать. Есть как раз вот время подумать. Сейчас у нас небольшая пауза. Не переключайтесь. Утро.